Отдельно стоящую колокольню. Получился такой великолепный праздничный ансамбль, который сохранили, уважая руку мастера, уважая Казакова. Основные храмы Коломенские утратили свои звонницы, а вот в Коломне Вознесенская звонница сохранилась. То есть этот Коломенский елеон, он не только символически, но и зримо сохраняет свое Вознесенское начало. Это вертикаль, да, в небо, устремленность в небо. Да, взором возносимся по этой вертикали и особо отважным людям можно даже пройти вот этим извилистым ходом наверх и оттуда увидеть потрясающую колонну с высоты птичьего полета. Дорогие радиослушатели, закончилась наша передача о Коломенском елеоне, о храме Вознесения Господня в городе Коломна. В этой передаче приняли участие настоятель этого храма, священник Алексей Виноградов и писатель, краевед, историк и поэт Роман Вадимович Словацкий. Вы прослушали третью передачу из цикла «Коломенские четки». Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор книг, ювелирных изделий, православной тематики, рукописных икон и подарков. Адрес магазина «Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь». Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. 14 июля в доме музея Станиславского в Леонтьевском переулке 6 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, он представит новую программу арии из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73 8 915 250 99 73 В храм преподобного Серафима Саровского в Раеве, расположенный недалеко от метро Медведково, требуется повар в трапезную. Обращаться по телефону 8 963 772 72 73 8 963 772 72 73 Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Александра, Елисавета, Любови, Георгия, Анны, Сачадами, Александра, Екатерина, Сачадами, Борясь, Евдокии, Сергия, Младенцев Елены и Виктора, Алевтины, Ларисы, Сергия, Виктора, Наталии, Ольги, Татьяны, Сергия, Димитрия, Иулии, Ираиды, Людмилы, Людмилы, Сергия, Нины, Елены, Людмилы, Тамары, Александра, Ларисы, Евлалии, Любови, Матроны. Аллер «Градонеж». Ира государственная святая г02 388, ЕвphDEN, я Harvard в м2 2003. Евöl, Градонеж, Димитрия, Уsentаем, США, Градонеж, Субтитры подогнали Симон. 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 Благословите всех нас. Я очень рада, что вы с нами. Господь благословит нас. Субтитры подогнали Симон. 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 А потом из нашей деревни пять километров шли крестным ходом до местечка, которое когда-то называлось Петрово. Сейчас там сохранился только такой колодец, а когда-то стояла памятная такая стела с иконой Петра и Павла. Там всегда совершался молебен торжественно, а потом уже все разговлялись от поста. И к этому году сохранилось описание, какие дворы чего варили, кто пиво, кто медовуху, кто жарил, кто парил. То есть вот так вот этот период поста заканчивался в нашей местности. Нам бы очень хотелось возродить его, пока вот если приедут добровольцы, нам помогут нести хоругви. А разместить-то есть, Грия Матушка? У вас там в вагончиках не живут? Кто-то в вагончиках, кто-то в палатках. Сейчас можно. Потому что и корпус у нас недостроен, у нас не хватает сил и материальных, и физических, потому что каждая сестра распята. Вот когда креста нести нет мочи. Когда тоски не поверутся. Вот. Но монахам для подкрепления данны первоверховные апостолы. То есть они больше всего пострадали в этой жизни, сколько тягот и гонимы были. И в кошелках спускали по стенам, и в тюрьмах сидели, ангелы выводили их. То есть нельзя родить свою душу без страданий. У нас наш дорогой святитель Лука даже всегда говорил, я возлюбил страдания, потому что через страдания, как в горниле, закаляется, душа очищается. Приобретает ее, восстанавливает в себе обожение, восстанавливает в себе божественную силу, ту силу, которую нам даровал Господь. А без страданий нельзя, матушка? Нет. Это нужно быть, уж находиться, наверное, даже в царском роде. Видите, мы прочли с вами стихотворение царственного потомка, и он об этом писал. И мы знаем, как закончили. Как закончилось это. Ну, у него это была просто христианская кончина безболезния. Родственники, о которых вы объявили, цесаревны, то есть приняли высшую награду. То есть прожить здесь на земле и принять мученичество, это высшая награда, которую Господь награждает каждого из нас, чтобы зайти, подняться туда. Каждого? Нет, нет такой мученической кончины. Не каждый готов к этому. Не каждый просто дерзновение такое внутри имеет. А так это высшее как бы состояние, через которое можно возродиться и вернуться туда, к Творцу. Не стыдно будет стоять и в глаза смотреть. Милочка, вам и так не будет стыдно, потому что вы восстанавливаете на пустом месте, в глухом селе, в Тверской области. Я знаю, в Старицком районе там очень все сложно. Да, потому что нет никаких производств, помощников пока нет. Пока вот наша первопрестольная... А там даже, по-моему, у вас газа нет, да? Нет, у нас нет. Первопрестольная нас выручает. Вот кто нас знает, знакомые, сестерка, кого познал. Сибиряки нам отзываются. Сибиряки даже? Да, Новосибирск нам помогает. Вот, замечательно нас поддерживает. Матушка, а если приехать к вам, то как приехать? Неудобно к нам добираться, да. Это через Москву, потом метро Тушинская, автобус идет, Москва-Старица, в 10.20 отправляются. А от Старицы еще ведь ехать? Нет, нужно не до Старицы билет брать, а до деревни Бабынино. Ну, нам нужно позвонить, чтобы мы хоть как-то встретили. Если у нас будут машины... А где вы разместите паломников? Мужчинам тоже можно приехать к вам? Можно, только у нас очень аскетические условия, очень. В палатках? И в палатках есть у нас там избушка, но там то... То что-нибудь сгорит, то еще что-нибудь. Такие аскетические палати. Палати? Ну, мы с пиломатериалов сколотили эти... Нары? Ну, они как кровати двухъярусные сделали, потому что не хватает, у нас нет средств. Не хватает мебели этой. Мы сколотили с дерева. А если вам пожертвовать, вот что нужно? Постельное белье нужно, да? Да все предметы быта нужны, конечно. Все предметы быта? Да, нам еще там и стирать негде. Нам нужны люди, которые помогли. Там можно у нас сейчас сделать хотя бы душевую, можно, чтобы подключать и машинку. Но такую ручную, наверное, потому что вода у нас из скважины идет очень ржавая. А там у вас речка есть какая-нибудь? Речка есть, знаменитая Жидоховка, впадает в реку Шоша, а Шоша в Волгу. Такой у нас в Путе. Приток Волги, да? Да, приток Волги. Жидоховка? Жидоховка. И в него впадает черный ручей, в речку Жидоховку. Как раз мы вот... А ручей, вода питьевая хорошая? Ну, там очень много источников. Святые источники? Их нужно намолить. Намолить, чтобы они стали святыми, их нужно вымолить. Но их нужно еще и оборудовать, у нас пока нет сил. А вот вы сказали, крестный ход когда-то был, да, до революции? Да. И вы хотите восстановить крестный ход на Петра и Павла, да? Да, да. То есть это вот такой праздник в той местности был великий, большой. А крестный ход откуда? Из нашего Глебова? Из нашего Глебова, да. 5 километров до деревни Бабынина. Оно уж слилось. То местечко, которое ранее называлось Петровым, оно в летописи упоминается, когда был перенос мощей нашего первосвятителя Иова, патриарха нашего первого, всероссийского. Там бесноватая девица и улита исцелилась от его мощей. Вот оно осталось в летописи. Сейчас оно так там не называется, но просто за черноручьем сразу идет. Но все это уже как деревня Бабынина представляет это селение. Матушка, а местные жители там остались? Вот я знаю, тоже в Старицком районе, маленькие деревни, пушкинские места, красота необыкновенная. Только дачники. И то дачники очень осторожны, потому что то дом подожгут, то что-то обворуют. Ну там не очень хорошая семья. А местных уже не осталось. Не осталось. В Бабынина одна жительница осталась местная. А кто же к вам ходит молиться, к прихожанам? К нам еще так никто не ходит. У нас ведь нет еще церкви. Нам ее еще нужно оборудовать и устроить. У нас там беда вот приключилась. То есть то, что мы по интернету нашли этот Кровля.ру, РФ, перечислили, перегнали со счета своего сумму за то, чтобы покрыть медью. Нам перечислили, а мы переслали им, чтобы покрыть медью алтарь. И вот до сих пор они нам эту медь никак еще не привезут. Куда мы, где мы оказались, не знаем. До сих пор не перечислено было 31 декабря 2015 года. То они нам говорили, что да, они завезут, они возят Питер, Москва и к нам обязательно заедут. Потом у них как бы машина перевернулась, потом у них они ремонтируют, а мы все это слушаем. Потом у них они гвозди найти еще, такого размера никак не могут. Потом вот они привезут. Потом мы сами поехали, там ничего не нашли. Вот сейчас будем разбираться другим каким-то путем. Господи, по-моему, это искусство нет. Да, вот такая беда. И мы не можем покрыть и внутри начать более полную отделку. Но милостью Божией, вот всеми нашими стараниями радиослушателей, молитвой и финансовой помощью, мы повесили там уже батареи, провели в храме. Теперь нужно по улице провести и соединить туда, в котел подсоединить. А газа же нет, как котел? Деревянный будем. Сейчас надо будет какой-то еще измельчитель приобрести, чтобы измельчал дерево. И потом такой мелкой щепой будем топиться. Ой, сколько бытовых у вас там, бытовых страданий? Бытовых много страданий, потому что сейчас все такие вот, все это все на улице. Ну, вот приехали к нам с Нижнего Новгорода, спаси Господи, Петра Николаевича, он нам такую баньку соорудил быструю, замечательно. Вот, так что сестры теперь с баней, а теперь надо вот еще для мужского населения поставить, ну и оборудовать и туалеты, и вот эту бытовую сторону. Ну да, конечно, удобство. Удобство. Матушка, а вот я подумала, если там нет местных жителей, места же там очень красивые. Очень красивые. Старинные, наморенные, это Старицкое. И сам город Стариц, там же монастырь какой. Может быть, там нужно купить землю, и кто-нибудь захочет приехать. Это возможно? Дорогая там земля. И вот, около вашей обители будут обустраиваться. И глядишь, будет какой-нибудь большой поселок. Возможно, Господь так и благословит, но рядом в километре у нас деревня, в трех километрах, ну, по-моему, там все дома уже как-то раскуплены дачниками. Это Глебово деревня? Да, Глебово. Ну, там не, наверное, на карте это и нет, а в действительности есть стоят дома заброшенные, может кто-то еще... Даже в заброшенные дома? Да. Ну, они, там места-то такие заброшенные, что и домики-то не очень так качественные. Уж они, наверное, стоят лет по 30 заброшенные. А земля, даже не знаю, какая цена-то. Ну, дорогие радиослушатели, если вы заинтересуетесь, можно приехать. Тверская область, Старицкий район, деревня Глебово. У вас деревня или село? Деревня. Вот, и прямо к настоятельнице матушки Феофилакти. Вот, я вижу, на мониторе уже вопросы пошли. Можно ли заказывать у вас требы? Какие? Каким образом? И есть ли у вас неусыпаемая псалтирь? Спрашивают. Можно заказывать. Мы совершаем именно чтение псалтири и акафистов. Это у нас на сайте ВКонтакте. Можно посмотреть. Я только не назову, как он правильно там у нас называется. Глебово пустынь, АП, большие буквы. Вот. Неусыпаемая псалтирь совершается, но великим трудом мы все находимся, стараемся все держать непрестанно молитву, потому что мы находимся в велиях трудах. Каждая сестра распята и не сходится Христа, даже тогда, когда в 74 года она падает, ломает ребро, потом берет тяпку и идет на огород. Другая в 84, ну оступилась, думала, ушибла, нет, там два ребра сломаны, но идет картошечку чистить. А вот другой, 74, за коровой пошла ухаживать, она ее хорошо, что между рук попала, свалила. Вот такие беды посещают, Господь нас любит, но мы никто не сдаемся. И после трудового дня мы еще совершаем в келье, то есть сестры кладут и поклоны, читается молитва, не прекращается, спят, ну максимум три часа в сутки. Это такие старенькие у вас сестры, да? Да. А молодых нет? Молодых у нас пять человек. Но сейчас, вы знаете, молодые, как бы называемся мы молодыми, но нет никого крепких и здоровых. То есть пожилой человек сейчас даже крепче бывает многих молодых. То есть вот так мужественно, со сломанным ребром пойти и пропалывать грядку. Еще в таком возрасте? Да. Это не каждый может так вот одержать. А сколько у вас там матушек-то? У нас держится вот это апостольское число 12, постоянно держится. Просто у нас еще одна сестра вот после Пасхи с инфарктом попала в больницу в 76-е лет. А вот выписали ее сейчас вот здесь, в Москве. Не поэтому так он немножко нам тяжеловато. А неусыпаемый апсалтырь, конечно, не будет. Читаем. Читаете? Читаем мы все равно. Мы читаем все помянники, все прочитываем. Мы прочитываем, у нас два круга получается. Ой, мы вашими молитвами, матушка, спасаемся, дорогая. Нет, сестры, слава Богу. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Галина. Матушка Феофилакта, простите. Вы знаете, я вас слушаю. Сердце заходится. Это просто вот слов нету. Я не знаю, то, что вы делаете, это вот не в похвалу, ничего. Это просто вот мое мнение и мои чувства. Потому что я сама была при монастырях, я знаю, что такое монастырский труд. Помощи Божьей. Это только с Господом. Спасибо, Господи. Полное неустройство. Меня оклеветали родной сын. Но такое вывели на меня вообще просто... Матушка. Я не могу даже делать ничего. Даже молиться толком не могу. Матушка, немедля в храм на исповедь. Под и Петрахиль к священнику. Немедля. И с полным покаянием и раскаянием. На побеждаем мы всякую тьму. Чистотой сердечной. Вот навевает это чувство, охватывает, немедля включает молитву и только поток любви. Больше ничего. Да, но все равно как жаль, матушка. Таких людей вот тут тоже пишут нам, что не могут простить сестру. Она, ну там тоже... Это наша немощная, немощная наша составляющая. То, что мы после грехопадения получили. Отлучившись от... Ну если человек, матушка, делает такое зло, там ходит к колдунам, мешает, разбивает жизнь. Ну как можно простить? Так тяжело, матушка. У меня тоже есть завиды. Но нужно простить. И необходимо. Необходимо это совершить над собой, потому что... Я все понимаю, но вот пока на гутургии стою, я прошу прощения у Господа. Вроде бы у меня сердце успокаивается. А потом снова я вспоминаю обиды, думаю, да что ж такое-то. Значит мы не получили еще того прощения. Господь нам сказал, возлюби, возлюби врага, ближнего, даже врага. Необходимо возлюбить. В эту меру божественной, жертвенной любви каждый из нас должен прийти. И нам такое подспорье дается через колдунов. А мне за ним же нельзя молиться? Они же враги Божьи, как их прощать? Колдуны это враги Божьи. Но они еще и остаются все равно творением Божиим. Творением? У нас есть Матушка Матронушка, вот прямо здесь под боком, которая у нас такой силой обладает, побеждая все эти силы, разгоняет эту силу тьмы над тем человеком, на которого сие согущается. То есть если из сердца не уходит, нужно усилить пост и молитву. Изгнать того, кто извне насаждается. Оно же не от нас исходит. Поэтому мы себя обязаны оградить непрестанной молитвой. Господь нам заповедовал, непрестанно хранить себя. И сейчас, вот благодатнейшее время, пост, ну конечно, вы сказали, что сады, огороды, все израстает, но... И рыбу можно. И рыбу можно, но не семь и восемь раз, но два хотя бы. И по меньшим порциям. Да. А больше это заполнить молитвой. То есть пост основной у нас должен быть, в каждом доме должно быть, как вот в моем роду. В каждом доме или псалтирь, или Евангелие всегда было открытым. То есть подошли, прочли главу, вторую, кто сколько, забежал. Но это давало божественное то вот... Ну божественное слово, оно дает крепость и силу. И там мы находим ответы на все. Пушкин же недаром воскликнул, что я ничего не написал. Есть одна книга на земле. Библия. Там что было, что есть и что будет, все можно узнать и прочесть. И поэтому заповедь непрестанно молитесь, нам Господь сам дал. И держать непрестанную молитву каждый из нас обязан, никакого труда нет. Ну Господи помилуй, мы можем каждую секунду, можем говорить слава Тебе, Господи. Нам что-то совершает, слава Тебе, Господи. Начнем благодарить за все Творца. Ой, слава Тебе, Господи. Кто-то нам позвонил. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Васильевна. Здравствуйте, дорогая матушка. Это раба Божья Татьяна из Москвы. Я хочу сказать, что я несколько лет, немного, на православной выставке увидела ваш стенд, стенд вашего монастыря. Ну, знаете, нигде, не везде остановишься. И здесь я так пригляделась, там фотографии, там такие разрушенные храмы, но стоят такие ваши сестры, сподвижницы, вы, матушка. И, вы знаете, такая просто, ну, и жалость, и в сердце, и молитва за вас к Богу. И вот я вот уже несколько раз, когда вы бываете, ваши представители, я подхожу к этому прилавку. Я хочу сказать братьям и сестрам, чтобы, что там такие мастерицы ваши сестры, и там мы покупаем прекрасный яблочный уксус, и там есть эмази, и там много-много, что сделано руками сестер. И поэтому я всех призываю подходить к этому стенду, а подходить предварительно, найдя его в списке, в перечне. Так что, чтобы это не было случайно, вынесет Бог или нет, обязательно подходить. И, матушка дорогая, я очень рада, что я услышала вас, у вас такой красивый голос. Вы, наверное, там и поете хорошо очень, и помоги вам Господь, и простите меня. Спаси Господи, нас, простите грешных, и благодарим сердечно за молитву, потому что, если бы не было этой соборной молитвы, мы бы не устояли и не продержались. Мы, назвать нас истинными монахами нельзя, мы не монахи, но видели настоящих монахов и стремимся им подражать. А на какой выставке ваши стенды? Ну вот, когда проходят здесь... Ярмарки, да? Ярмарки православные. Вы всегда там, да? Когда есть, всегда? Да, бываем там, да. А какие ваши изделия, кроме того, что вот назвала радиослушательница? Ну, мы готовим травяные чаи. То есть, как мы находимся... То, что вот мы успеваем... Сейчас вот мы засушим землянику. Много земляники в этом году? Черника? Черники еще в наших краях мало, и нам некогда... Это нужно нам проехать на транспорте, а у нас сейчас все машины стоят. У нас все развалился автопарк, полностью пришел в негодность. Вот, это далековато от нас. Черника и грибы... То есть, нам нужно выехать, чтобы ее собрать. А земляника? А земляника прямо у нас в саду. И вы ее сушите? Мы сушим и растения полностью. И источки, да? Да, нам нужна земляника полностью растения цветущие, оно разрушает камни в печени. Да, поэтому мы ее прямо с корешком, все это растение, просушиваем, а потом вот такие чаи делаем. Иван-чая у нас очень много. Зверобой? Зверобой вот сейчас начал цвести. Тысячелистник, ромашка, это у нас все наше поле, 30 гектар, нам приходится там это все убирать. И сразу... И васильки, да? Васильков очень мало, потому что там давно уже не садят зерновые. А, вот почему? Да, там в основном просто... Нет, лена тоже нет уже в наших краях. И что, повязь стала на запустение? Нет, нет, нет. Там кто-то садит картофель, а так засевается травами. Чаще всего вика с овсом или клевер с овсом. Ноосилос для животноводческих ферм. Матушка, вот раба Божия Нина, моя тезка, пишет, стремление во всем самому разобраться, это тоже своего рода гордыня? Что делать человеку, если он не чувствует Бога? Если небо для него молчит? Вроде бы и хорошо было бы поверить, но не могу. Вот так она пишет. Ой, моя золотенькая, миленькая ты моя, Господи, помилуй. Как же не могу, когда это нам естественно дано. Вера, надежда любы – это единственное, что пребывает в всем мире. А нам с вами еще нужно четыре набрать добродетели, чтобы ко Господу-то предстать. Разбираться абсолютно во всем, как бы что там предполагать, совершенствование земное, да, гордыня. Но Господь сказал, родился рабом. Можешь стать свободным рабом, воспользуйся этой возможностью. То есть Господь дал свободу, не ограничил, но над всем и вся творец. Мы творные. Над каждым из нас творец, тот, который дал нам сию жизнь, подарил. Поэтому как не веровать в того, кто нас сотворил? Что значит не чувствует Бога? Вы просто еще не присмотрелись к своей жизни. Вам кажется, что небо молчит? Нет, не молчит. Может быть, вы что-то просите неугодное ему, и вам это еще не полезно. Нужно прислушаться. Господь, да, в тишине. Нужно помолиться, прислушаться. Заповеди даны нам для всех. И монахов, и мирских, и святые у нас, прославленные святые всех сословий. Русские святые, нет ни одного, ну не только высшее сословие прославленные святые чинносят. Но у нас есть и простые, и князья, и княгини, у нас есть и мученики. И любой город России может представить своих святых на небе. Нужно попросить их, и оно откликнется. Оно разом откликнется, мгновенно. Только надо видеть, что это отклик. Когда мы только начинаем свое восхождение, этот отклик иногда бывает связан с потерями. Нужно не огорчаться, нужно продолжать этот путь, терпеливо идти вперед. Но только с ним, а без него не протолкнешь силу тьмы. Только с Богом можно, со светом небесным можно рассеять тьму вокруг. И себя, и своего рода. Нужно начинать молиться, кратко начинать молиться. Господь начнет действовать. Вы сами поставьтесь, вы и Бог. И начинайте с ним беседовать. В обычной жизни, Господи благослови, Господи помилуй. Господь совершила, сделала, что слава тебе, Господи. Все освещать, все окроплять, и небо откроется. Оно не может молчать. Мы же это видим ежедневно. Матушка, вот еще пишет, раб Божий Олег, почему подлинного дерзновения так мало в сегодняшней церковной жизни? Ну уж я бы с ним не согласилась. А ваше дерзновение? Ох, Господи. На пустом месте, в глубинке вы восстанавливаете обитель. Вот, раб Божий Олег, если вы нас слышите, приезжайте... Ну, кто-то расслабляется, но Господь потом через какое-то время все равно призовет на крест. Все равно. И когда ты поймешь, что на этой земле Богу не нужны наши храмы, они нужны нам с вами. Бог в этом не нуждается. Это мы Ему свою жертву преподносим. Это мы просим Его быть и посетить этот храм. Ангел данный при храме, в разрушенном храме остается это место стеречь. Мы не видим своими вот тварными очами его пребывания. Но физики, мы уже знаем достижения физиков наших, они фиксируют его, и звуки, и восстанавливают то, что было на всем месте святом. И как хор пел, и как колокольный звон там совершался, все уже достигнуто, нам нет оправданий перед Творцом. Поэтому только наша какая-то ленность, наверное, нас сдерживает. Нужно начать работать, Господи, вместе вот со святыми апостолами. Следующая неделя у нас неделя русских святых, землероссийской просиявшей. Сон и сон. Конечно. Вот мы вступаем в этот пост с сонмом всех святых, и нужно их видеть, нужно их чувствовать, просить, призывать на помощь. И следующая неделя у нас богатство наше, российское. Сон русских святых. А новомучеников сколько, да? Да. А вот ваше обитель, наверное, тоже новомучеников, когда ее закрывали? Да, да. У нас последний батюшка, он родился в Глебово и пострадал. Пострадал, будучи священником нашего храма. Вот, он пострадал, его забрало НКВД в Оржевскую тюрьму и расстреляли его через три дня. Поэтому у нас сейчас священно-мученик Николай Верещагин, наш покровитель. Вот, может быть, имеем такое намерение, чтобы потом сделать ему, конечно, там престол. Может быть, удастся выстроить новый храм, но мы еще пока не сможем, не можем восстановить даже тот, который у нас есть. Только еще предел Богоявления, а там у нас еще два совершенно разрушенных предела пророка Божия Илии и святителя Николая. Мы даже еще не расчистили, сейчас обрушивается деревянный этот весь свод. Некому приложить пока усилия, вытащить. Мы дважды уже расчищали, но вот последние остатки тоже нужно кому-то нам помочь. Пока молимся. А житие его уже есть, да? Такое краткое. Икона есть тоже, да? Икона, да. Мы уже написали даже для местного ряда иконостаса, мы иконы написали, и он у нас с нами пребывает. Священно-мученик Николай. Да, Берещагин, да, папочка его также был служащим батюшкой в нашем селе. И дедушка у него был дьяконом, но только не в Глебово жил. А папа жил в Глебово и служил. И он здесь родился, здесь был. И есть у нас написано воспоминание одной жительницы в Смирновой Анастасии, где она вспоминает, что была дружна с его дочерью. Но потомков вот может быть кто-то помнит. А может быть кто-то услышит нас. Да. Может быть приедет, расскажет нам документы какие-то, сохранились. А в каком году его расстреляли? В 37-м. В 37-м. Да. Страшный год был, да. Да. Столько духовенства пострадало, столько... Вот сон священно-мучеников. Те, которые нас подкрепляют. Как же нам не веровать-то? В каждой семье ведь у нас с Российской истинного, мученики, пострадавшие. И через... Ну нельзя без скорбей. Нельзя. Нужно быть кристально чистым, чтобы не иметь, не коснуться этой чаши горестной. Господь ведь показал, что ее все равно каждому придется пить. Чашу страданий. Для того, чтобы не зацепиться в этом мире, нужно быть абсолютно кристально чистым и соблюдать все заповеди от утробы матерней. А кто из нас столь безгрешен? Нет никого. Даже Господь совершенно безгрешный, Он показал, что эту чашу нам до дна придется выпить. А вот Петр и Павел-то, мы же помним с вами... Первый верховный апостол. Первый верховный апостол. Когда Нерон воцарился в Риме, ему православные христиане Рима сказали, «Уходи, ты будешь здесь наказан, Он расправится с тобой». И Петр пошел по глазу, пошел, а вдруг в вратах встречает Господа. Он говорит, «Господи, куда ты? Иду второй раз пострадать». Петр понял, что ему необходимо распринять эти мучения во имя Господне. И причем, когда ему вынесут позорной, считалось, смерть крестная, приговор, чтобы распяться, он сказал, «Я не достоин быть распятым так, как мой Господь, вниз головой меня». А это еще большее страдание, провиси головой вниз. Да, Петров крест. Да, это очень тяжелый крест. Но он, вот нам два пути показано, два таких, их примером, два пути. Кто такой Петр? Простой человек, рыбарь, простой, без образования, но вот такой вдохновенный, такой ревностный. Искренний. Искренний. Господь, как только спрашивал, он сразу же отвечал, сразу отзывался. «Господи, позволь мне пройти». Но тут же дух сомнения, вот наше маловерие, тут же включилось, он начал тонуть. «Господи, ну что же ты усомнился? Вот что нам мешает». Не бойся, только веруй, сказал Господь. Да. Апостол Павел, другой путь, образованнейший человек, был выращен у ног еврейского учителя Гамалиила. То есть получил самое достойное образование по тому времени. Да, и как, что ему было легко, был гонителем, гонителем, шел, он четко веровал, что это учение было правильным, и он шел гнать христиан. А Господь сам ему явился и сказал, «Сал, Сал, что ты гонишь имя». Вот что мы ждем, почему небо, как небо молчит, вот оно небо, оно со всеми нашими апостолами в нашей жизни, только надо это держать в своем сердце, и это будешь чувствовать, и жить ими вдохновляться. И в те страдания ты будешь как в горнило лететь, потому что там ты сможешь вызолотиться. Матушка, но ведь не все записаны в книге жизни, наверное, спасутся только те, кто записаны. Так вот, нужно стремиться в эту запись. Нужно стремиться туда, самому, ревностно. И те плоды, которые дают, усиливают это стремление и приносят такой плод обожжения твоей души, нужно, батюшка Амбросия нам сказал, встань колесиком в этой жизни, опираясь одной точкой на землю. Матушка, я вас заслушалась, а нас давно уже ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер. Мина Васильевна, добрый вечер. Добрый. Это, наверное, вы такую мудрую матушку пригласили. Вы знаете, я слушаю, я Валентина Алексеевна. У меня в душе просто, все у меня как будто растворилось, я как будто прямо сама, где Бога вижу даже, слушаю эту матушку. Да, да. Я только хочу спросить у матушки. Я очень старая, и пять лет я уже лежу, не выхожу никуда. И прошу Бога. Я очень хулиганистой была в детстве, в юности. Не простит мне Бог никогда, наверное. Я ночи плачу, молюсь, рыдаю иногда, говорю с Господом, прости меня. Как простит, мне нет. Нет греха, которого Бог не прощает, если вы искренне каетесь в этом. Нет греха. Господь есть безграничная любовь. Безграничная. Он даже не позволит встать вам на колени пред собой, потому что Он есть любовь. И если вы искренне каетесь, Господь вас примет в свои ладони. Спасибо, Господи, Матушка. У нас остается 15 минут времени, дорогие братья и сестры. Мы сейчас с матушкой будем молиться о наших жертвователях и потом об усовших помолимся. Я еще раз повторю адрес матушки, куда вы можете пожертвования прислать или приехать к ней, да, или письмо написать. Записывайте, пожалуйста, индекс почтовый 171-380, Тверская область, Старицкий район, деревня Глебова, дом 8, настоятельница, монахиня Феофилакти. Можно в скобочках написать Левенковой Татьяне Павловне, Тверская область, Старицкий район, деревня Глебова. Дорогая матушка, вот видите, на мониторе тут столько просят, прошу молитве напомянуть о здравии болящего архимандрита Кирилла, Иерея Кирилла, Геннадия, Григория, Елены, Александра, Дмитрия, Ольги. И прошу молитву напомянуть о покоении Святейшего Патриарха Алексея, Архимандрита Иоанна, Схи Архимандрита Захария, Иеродиакона Алексея, Иосифа, Рабы Божьей Зинаиды и Любови. А вот записочки. Родные все. Все родные, да. Знаем мы Алексея, батюшка отец Кирилла, это все, да. Вы знакомы были с отцом Кириллом Павловым, да? Это батюшка мой, духовник. Духовник ваш, вот видите как. Вот, матушка, наши записочки. Вот о здравии, о здравии еще. Спаси Господи и помилуй. Протерей Леонида и матушку Анну с отчадами. Это Калинин. Настоятеля храма Климента Римского в Москве. Помоги им, Господи. Тяжко болящий Наталья, тяжко болящий Зинаиды, тяжко болящего Никиты, болящего младенца Златы, болящей Тамары, Надежды, Александры, Рабы Божьей Зинаиды, болящих Нины, Аллы, тяжко болящего Владимира и Сродников. Надежды, Татьяны, Наталья, Анатолия, Ольги, 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 Людмилы, Константина, Татьяны, сосродники. Романа с сосродниками, Татьяны, Игоря с сосродниками, Елены, Елены, всех сосродниками. Любови, Анны, Инны, болящей Ларисы, протеерея Александра с очадами, монахини Нианилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, Анастасии, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Марии и всех сродников. Нины, Владимира, Ларисы, Ксении, Любови, Михаила, Отраковицы, Любови, Надежды, Марины, Стахия, Галины, Сергия. Всех православных христиан на всяком месте православно живущих. Помоги Господи. Матушка, вот опухой. Покой Господи, души усопших раб Твоих, новоприставленного Иоанна, новоприставленного Серкия, новоприставленной Марии, новоприставленной Родиакона Петра, Анны, 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 Нины, Олега, Серафимы, Николая, Фатинии, Марии, Марии, Веры, Веры, Денидрия, Николая, Георгия, Владимира, Зинаиды, Антонины. Новоприставленного Иоанна, Ирины, трагически сегодня погибшего, новоприставленного Иоанна, да, 24 года, новоприставленного Игумена Лавра. Это из Верхотуре, 30 лет тоже отошел ко Господу. Царство Небесное. И вот еще о покоении. Архимандрита Петра, Архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокия, Тихона, Анны, Галины, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Архимандрита Дионисия, Василия, Галины, Бориса, Алексея, Вячеслава. Царство Небесное. Всех почивших сродников наших, всех православных христиан. Вот читаю имена о покоении, а сердце наполняется и беспредельной любовью, невозможной любовью. Они вот рядом, как живые здесь. Чувствуете, да, Батюшка? Да. Царство Небесное. Укрепи нас всех, Господи, быть в такой близости, с нетварным миром. Никто у нас не умирает. Мы только освобождаемся от этой одежды и переходим в жизнь вечную. Дай, Боже, чтобы все соблюдали заповеди. Старались по всей своей силе и крепости исполнить это, руками своими творить милостыню, добрые дела, отягченные сердца свои растоплять любовью Христовой. Ну как же, ну надо, но мы должны воскреснуть. Посмотрите, как у нас расцветает столица. Вот мы сегодня заехали, ой, как нам вас жалко, такой там запах и газа, и всего, милые, молимся о вас, укрепи, Господи. Но у нас первопрестольный, сколько святых разгоняют эту. Вот ушли куда-то деревья, с тротуаров расширили дороги, но сила креста, правильно установленный крест, он ионизирует пространство. А если человек находится в непрестанной молитве, он как бы себя очищает, ионизирует, и преображается, и дышится легко, и свобода приобретается, и тяготы уходят. Да, Матушка, это так. Иго, Бо, Мое благо, и бремя Мое легко есть. Господи, укрепи нас, висеть. Матушка, Вы так говорили, что мне захотелось монашества, но хоть я и недостойна. Господи, сподобь, послужить Тебе и в этом чине, милосердный Господи. Если кладется это на сердце, дай Боже непрестанно славить его своим трудом, своим помышлением, всеми своими чувствами. Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, я хочу напомнить, что радиостанция Радонеж существует только благодаря Вашим пожертвованиям. Матушка, мы тоже живем на милостыне. Укрепи, Господи, Господи. И поэтому не забывайте нашу радиостанцию, можно послать какую-то сумму, перевод киви сделать, как по телефону. И можно приехать даже сюда, прямо Пятницкая, 25, с 12 до 18 часов, всегда кто-то есть. Вы из вестибюля позвоните, и к Вам выйдут, с Вами поговорят, утешат, правда, матушка? И Вы сможете сделать пожертвование. А к матушке Вы можете приехать, да, матушка? Пожалуйста. Вы можете приехать в Тверская область, Тарицкий район, деревня Глебова. Только очень аскетические условия. Ну, матушка, что делать? Душа нет. Душа нет. Но пока речка Жедоховка... Ну, да... Речка Жедоховка, можно искупнуться. Вода хорошая там? Ну, так, относительно, относительно. Но все равно. Зато экология хорошая. Землянику можно собирать у вас, да? Можно, можно. И потрудки церковь на стиле. Грибочки пошли. Уже пошли грибы? Пошли давно уже. Да, грузди есть, белые, черные, подберезовики кое-где попадаются, подосиновики, лисичек много было. Сейчас сыроежки пошли. Вот нам снова пишут, повторите адрес и телефон. Матушка, телефон, я не знаю. А вот можно. Ваш прямо можно вот этот? Хорошо. Мать-казначей. Это матушки-казначей, да? Да, вот. Ага, дорогие братья и сестры, я еще раз повторяю. Почтовый перевод, то есть почтовый адрес. Индекс 171-380. Тверская область, Старицкий район, деревня Глебова, дом 8. Настоятельница, монахини Феофилакти, Левенковой Татьяне Павловне. Или можно позвонить по телефону казначеи. Матушку-казначею как зовут? Монахиня Амвросия. Монахиня Амвросия, казначея вот этой обители. 8-906-762-98-97. Я еще раз повторю. 8-906-762-98-97. Матушка Амвросия. Ну, вы можете, наверное, матушка, тоже свой телефон или не нужно? Да вот, наверное, это вот мой. Прямо ваш телефон нужен? Да можно, пожалуйста. Только я иногда бываю. Ну, занята, потому что у вас хозяйство огромное. Для вас-то уже... Нет, давайте, давайте, пусть звонят. Ну, хорошо. Отвечу. Пишите. Матушка Феофилакта 8-915-716-42-44. Ну, уж матушку беспокоить особенно-то не надо. А если вот они захотят к вам приехать, нужно к матушке казначею можно обратиться? Ну, они... Да пусть позвонят, и я объясню, как добраться. Ну, ладно, хорошо. Но добраться у всех почти машины есть. Да, но только многие, которые приезжают, не готовы к нашим бытовым условиям. Ну, да, если удобство на улице. Конечно, конечно, не каждый готов. То есть вот приезжали москвички, они сразу так ахнули, говорят, ой, мы, наверное, тогда прямо сейчас, ну, может, переночуем. Ой, младшка, мы к этому не готовы. Удобство на улице все. Пока еще ничего нет, да. Ну, зато там нужно жить автономно. У вас банька есть своя, да? Свою молочко, свои грибочки. Ну, молочко постом сейчас пока нет, это только на Петра и Павла. Да, есть. Ну, а постом тоже... И курочки, хозяйство есть. И курицы есть, да? И курицы, и утки, и гуси, и индюки, и павлин. Как вы справляетесь? У вас такие пожилые матушки? Ой, на этом хозяйстве у меня несет великий крест монахи Херувима, моя драгоценнейшая уставщица, регенша, а теперь еще и птичница. Птичница. И регент и птичница. Да, мы с ней вот уже сочиняем свои песенки о своей обители, может, когда-нибудь вам пропоем, удастся. Да, в эфире. Да. Вот, начали писать две песни, она уже написала музыку к ним. Вот, сестра, мать Амбрусия пишет стихи. Да, отец Митрофан помогает нам. Еще наши на сайте, там, поэтессы, вот, спишем. А вот, матушка, службу вас, батюшка, ведет как часто? Пока, вот, в 16-м году, в этот период, у нас служб, как таковых, пока нет. Батюшка приезжает, только нас исповедует, может пособоровать, отслужить молебен и причащает нас, как бы, запасными дарами. А в храме стоят леса, у нас стоят материалы эти штукатурные все. То есть, там, пока сейчас у нас закрыт, у нас престол, и жертвенник у нас все это забито, защищено от грязи, пока вот так мы пребываем. Это тяжело, но это тоже можно, Господь не оставляет, и мы чувствуем Господа рядом с нами, Его живое присутствие и Матери Божией. Ну, еще бы какие трудности. Это невозможно объяснить, то есть, вот, 30 гектар земли, вот мы стоим 4 человека, нам его нужно засадить. Мы картошку высадили 17 июня, нам помогли со Степурина, Сергий, Олег, рабы Божии, помолитесь о них. И пришла такая техника, что у меня полились слезы, я говорю, ну, все, экономический кризис, мы переживем в России, если у нас есть такая техника. А вот, а в родительскую троицкую субботу мы досаживали еще свеклу, в 18-го, наконец-то посадили. Но мы садим там, лучок этот рассаживаем, везде уже гроза, я вопию, вопию, Господи, помимо, он над нами. Только мы досадили, убрали весь инструмент, все эти семена убрали, и ливий, всем славу Богу, Господь с нами, все время с нами. Спасибо, Господи, Матушка, мы благодарим Вас за Ваши молитвы, Вами и держится наш мир и наша Россия. Помоги, Господи, я жду Вас, чтобы Вы еще раз приехали к нам на эфир, видите, как полюбили Вас радиослушатели. Да, в подобии, Господи. Дорогие братья и сестры, мы прощаемся с Вами, до новых встреч, храни Господь.